Блядь. А! Чё, просто так сидеть, типа будем. Полная тишина. Черт, я вас сейчас подвоюсь. Просыпается Вадим. Твоя карточка. Засыпай. Наташа, засыпай, Костач, засыпай, Вишенка, засыпай, Плейбой, Хантик. Засыпай, инсайдер, засыпай, база кормит, база кормит на месте, засыпай, Ликс, ты проснулся, ты завис? Можно просыпаться сейчас? Да, твоя карточка, засыпай, Мага, Мага, засыпай, Ариночка, засыпай, Кровай. Засыпай, засыпай. Номер один, Эвилон, еще раз. Засыпай. Все спят, полная тишина. Для проверки ролей проснется вся мафия. Глава мафии забыла слово, как тебе? Дон, покажи себя. Мафия засыпает. Проснется комиссар. Засни. Доктор. Засни. Маньяк. Маньяк. Засни. Блин, я маньяка только что чуть по имени не назвала. Все, полная тишина. Просыпаемся. Смешно, да, теперь? Секунду. У нас общая? Маньяк Ваня, да? Угу. Да, 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 смотри, горло я решила смочить пересохла. Ну что же, ой. Я могу помочь. Что же, дамы и господа, добро пожаловать. Давно не играли в мафию. Ну что, пришли вы сегодня в стрипуху. Да, вот так вот, с кондачка, добро пожаловать. Кто-то там, возможно, никогда не был, хотя здесь, наверное, все были. Наверное, все. А что ты тут делаешь? Да. Я? Я тоже бывала там. А меня Алик сводил. Ну что, Вадя, открывай. Давай, с ноги врываешься, первый в стрип-клуб. Рассказывай. Так, ну короче, стрип-клуб это хуйня ебаная, потому что там, блядь, девочки в основном все, блядь, путные, сука, какие-то грязные, блядь, вонючие. Ты был там? Погоди, ты куда ходил? Может это спортзал будет стать? Мне вообще не понравилось, короче, ладно. Хочу самое главное сказать спасибо огромное, что пришли, ебать, охуеть, вау, мы собрали мафию сегодня, ебать. Обписали, не обписали, а обписали человек 50, наверное, блядь, и каким-то хуем собрали 12. Даже если там сегодня мафия там, например, 3-4, да, которые неопытные игроки, там, например, то я не буду воздушить, ебать. Ты не пизди там, ебашкольник, ебаный, блядь. Профессионал ебаный. Короче, я, меня этот, подымали 3 раза, блядь, за ночь, я вообще охуел. Там какая-то хуйня дина пошла, да? Подкрутка какая-то наебаловая, да? Ну, так уж получилось, знаешь ли. Понял, короче, у меня все менялось ночью, это пиздец, вы бы знали нахуй. Так, ну, буду присматриваться по просыпам. Мне понравился Дмитрий Ликс на это по предыдущим играм. И Мага, но это потому, что, блядь, не хочу с ним играть в доте. Как бы, то есть сразу буду играть против 8-9. Пошел нахуй. Спасибо, Вадя. Дальше Наташа приходит в стриптиз-клуб. Всем привет. Вон, Митя, спасибо огромное за подарки. Спасибо огромное. Вот фрэн, спасибо за приятие. Здесь бы провести какую-нибудь встречу. Мудер, сделайте ставки, кто победит? Кто победит, мафия или предатели? Мафия или мирный? Долгую ставочку сделайте, плиз. Спасибо. Всем привет. По просыпу... Самого первого бы занесли бы. Ну и Ликса бы, мне кажется, не впустили бы только. Да, Диман там работает. Ограничение там 18 плюс и 30 минус, так сказать. А холодно? По просыпам мне не понравился инсайдер. Ну так все. Жаль, что проснулся. Да. Да, ебать. Инсайдер и Арина. Не знаю, Арина какая-то... Вопрос, в чем он не живой? У нее какая-то ухмылка странная такая. Мне не нравится такое. А так все, как бы все меня устраивает. Вот. Еще база кормит, блядь, кормит свой ротик. Постоянно. База кормит. Рекомендую базу. Рекомендую базу. Лезешь, куда? Ну, куда мать посадишь? Ну, да. Такая бабка полезла. Мне понравилось. Ну, нет. Спасибо огромное. За подарки еще. И бананчик, спасибо большое за подарки. Спасибо большое. Костыч, а ты покупал шампанское в стрипухе? Спасибо. Нет, не покупал. Только напрямую ходил там. Поглядел, так скажем. Только поглядел, Костыч? Да. Да. Ну, смотрите. Один-два. Как для первых речей, слишком много пиздят на весь стол. Как можно судить людей по просыпанию на мафии? Ну, это такое. Знаете, это пиздец. Не суди ты, не судим будешь. Пока что ни на кого не буду пиздеть, кроме первого и второго. Все. По тихой грусти передаю речи. Кстати, чат из победит маньяк, кто в пил ставки. А, я не знаю. Спасибо, Костыч, за речь. Так, ну, нет. Речи очень понравились. На меня, блядь. Спасибо, спасибо, Костыч. Анечка. Добро пожаловать в нашу штрихуху. Я ни разу не была в стриптиз-клубе. И особо не говорю желанием туда ходить. Потому что мне такое вообще не нравится. Ну, короче, первый не нравится. Ты прыгаешь? Да, да, да. Ань, ты прыгаешь? Алло. Чтобы не прыгать, выбери другой микрофон в настройках вырывая. Просто какой-нибудь вообще левый микрофон там с вебкой выбери. Ань, ты прыгаешь? Я прыгаю сейчас. Мы пришли в стриптиз-клуб, а тут прыгаешь. Слушай, это. С Костычем в приватке, блядь. Супертихая. Алло, да, нормально. Ань, тебя почти не слышно? Да, да похуй, говори, поебать. Припад микро. Прикольно, что не слышно. Алло. Алло. Отлично, говори. Отлично, говори. Все, говори, говори. Короче, я говорю, что я никогда не была в стриптиз-клубе, и особо не горю желанием туда попасть. Вот. У меня такое вообще не... Мне вообще такое не нравится. И первый мне не нравится, и второй, и третий мне не нравится. Вы что-то пиздите дохуя больно. Я вообще ничего не знаю. Алло, Дрэн, привет. Еще раз спасибо большое за гонотеллу. Я не знаю, но вы вообще что-то пиздите непонятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну ты по факту разъебала сейчас. Да, вообще пизденно. Ну посмотрим, что там другие пока пиздеть будут, поэтому я пока присматривалась к вам. Все, как бы, ну... Мерси-баку, Анна. Благодарствую. О, готовы? Сейчас речь будет пиздеть. И, внимание, охранник нашего стриптиз-клуба. Кто проверяет, кем работает бандос-папа? Он же вроде без РП роли. А, смотрит... Фейс-контроль. Фейс-контроль. Да, вот. Фейс-контроль. Дина, ты все ничего слова сбываешь, ты заметила? Это бокальчик. Это бокальчик. Кальчика уже не первый походил. Ваня рядом, и она, как бы, нервничает. Да. Хантик, давай. Пизделись? Да. Да, пизделись. Короче, я тоже никогда не был в стрип-клубе. Поэтому решил одеться на принесах. Короче, мне, вот честно скажу, понравилось, как попиздел Костян. Вот, блядь, есть в нем что-то, вот прям... Вот Аня набосранная какая-то. Да и я тоже обосли. Ой, сам Китла, знаешь, никто там написал. Так что, в принципе, похуй. Ну, Ватя и Натаха. Я просто веселая. Отличная пара, блядь, я ничего не могу сказать. Свет и любовь. Блядь. Горько. Так, ну, по столу мы поняли. По сути, три красные, четыре черные, один-два норм. Серые, да? Хантик, ты кончил? Да. Спасибо. Теперь инсайд. Слово Ване. Короче, первые пять игроков потрясающей речи, должен сказать. На эту игру можно нихуя не рассчитывать, я так понимаю. Ну, хотя бы Костыч там что-то какое-то замечание сделано. Тут, да, соглашусь. Но, Хантик, да, ты для пятого слота тоже прекрасно поговорил. Спасибо. Блядь. Ну, тут, как бы сказал Ваня, тут, наверное, все опять обосраны и сидят, блядь, выясняют. Просто что по ним говорить, блядь. Ой. Ну, ладно. Что, там вам слышно инсайдеры из той комнаты? Я имею в виду эхом. Слышно или нет? Хантик действительно неприметно делся для стрип-клуба. Наверное, нет. Хорошо. Как вообще не спалится? Это самое конструктивное, что я могу сказать после ваших речей. Спасибо. У меня все, блядь. Спасибо огромное. Иван Иванович инсайдеров. Так, по столу. Синева слон там все говорят по столу. База кормит. Гвакамоле. Привет. Привет. Спасибо, Вань, что стол наконец-то открыл. Ебать, такие пять, конечно, фриков, блядь, сидят на первых пяти слотах. Я вообще в ахуе. Я не знаю, как играть, но я по дефолту поиграю с Ваней, если его не убьют. Что-то, что значит выражение «база кормит»? Обычно бывает. Да ты, Вадим, вообще... Да уже его не убивают. Его сейчас убьют, поверь мне. Вот. Не буду ни с кем играть с первого пятерочку. Играю с Иваном. Что-то все друг на друга напиздели. Хантик подмазался к единичке, к двоечке. Блин, такой нейтральный персонажик, более меня. Чего слышал хуйло, блядь? Вот. Катка будет, на самом деле, очень веселая. Стас Аскет. Посмотрим, что это уйдет. Ну, это первый круг. Второй пути круг. Это всего лишь первый круг, блядь. Да, первый веселый, второй тельтовый, третий. Все срутся. Типа дефолт. Ладно. Да, в Стрепушку не рекомендую никому уходить, пацаны. Там, на самом деле, реально делать нехуй, потому что эти девочки миллион раз поюзаны. Лучше в дрочильную сходить. Я все. Одно и то же. Спасибо за совет. В Стрепухе нельзя контактать. Иман пользуется советом. Так, семерка мафия. Спасибо большое, Марк. И Согуру стриптиз-клубов Дмитрию Ильичу. В смысле, я был все, пару раз. Да-да, да-да. Сразу видно мысль. И это только до обеда. Первые семь игроков, там точно три мафии есть. Скорее всего, либо 2-3-10, либо 2-4-10, потому что единичка не мафия. Слишком уверенно пиздит. А где себе пала первые семь? Она еще не говорила, потому что поговорить посмотрим. 400 уже? Да нет, еще не могли добрать. Короче, в общем, в начале у нас есть мафиози. Шестерка, если не умирает, Ваня, то тогда у меня под подозрение попадает сразу же на втором раме. Спасибо огромное за подарок для Силер Нелплея. Спасибо. Шестерка, ну, с массажами хорош, в принципе. Я присмотрюсь. Может быть, с тобой поиграю. Вот. Поэтому скип. Все. Я расписал все как мог. Если надо, обращайте. Что-то как-то хуево, если честно. Достаточно для хорошей игры. Спасибо за расписку, Дмитрий Ликс. И слово передается Идиль Грееву и Сейд Магомеду Альбиревичу. Нет. Как она запомнила это? Нет, это же неправильно. Ну нет, отчество только неправильное было. Она запомнила неправильное отчество. Ой, Дима, ты даже начала не можешь сказать. Давай попробуем. Магомед, Сейд Магомед, Сейд Магомед. Я не помню, как точно. Магомед. Короче, Дима, ты скажешь, я пала. Вообще речь моя. По столу, короче, распихиваю. Двойка, тройка, 100% красные до конца игры. Согласны со мной? Кто красные? Хорошо. Двойка и тройка. Ну, сразу. Так что двойки не осталось. Кто красные? Двойка сразу красных назвал. Ну, типа четверка, сейчас она с тремя жестком. Она что-то боится. То ли потому, что я не знаю. Черт точно не зафолловили, можно тыкнуть. Ну, я думаю, что ничего бы не снилось. На один разик, да, Игорь, два играла? Да. Да, довольно-то посмотрите. На пятерка тоже как будто свои эмоции пытается не выдавать. Типа, вон, смотрите, сидит на самом деле обоссанный какой-то. Так у него нет эмоций. А что ты глазки скрыл, пятерочка? Пятерочка. Опа. Как-то лучше. Еще, короче, инсайдер более-менее поговорил. Не фокер играет. Семерка не понравилась, как поговорил. Поэтому мы ждем. Тут невозможно понять, потому что речь это пиздец. Всем пудлак. Спасибо. Мага, Арина. Привет всем. Я была в стрип-клубе. У меня там было первое свидание. Я поняла, что я влюбилась. Поэтому я очень хорошо помню. Пойдем, перед хантюком от Санни. Саня, я подумаю. Спасибо за домат. По поводу игры мне понравилось... Первое свидание в стрип-клубе? Да. Мне понравилась двойка. Мне понравилась двойка. Мне понравилась тройка. Не понравилась четверка. Ну, действительно, наверное, еще просто не уверена. Пятерка. Играю с шестеркой. Не играю с семеркой. Вот. Играю с восьмеркой, с девяткой. И пока все. Ты ни за одну мафию со мной не играла. Я уж привык. Спасибо большое. Арина и закрывает... Круг, каравай. Пожалуйста, аналитика, каравай. Всем здорова. Скажу так, что мне понравилось только на столе 3-8. И, скорее всего, 9. Не знаю, мага почему-то мне понравилось, как сказал. Ой, наоборот. Чатик, по звуку все околи. Вот тише, кого-то громче. 3-7, блин. 3-7, блин. Охуй, я снял, думай. 3-7, 9. Я тоже охуел. Это вообще пиздец. Какую-то вообще хуйню сейчас опять сказал про десятку, когда она даже не сказала, что-то вкидывает. Короче, хуй знает. Ну, пожалуйста. Не знаю. Чат, передайте привет Хантику от Сани. Он просит. Спасибо, Саня. В принципе, все. Это пока что все остальные игроки для меня нейтральны. Привет, Тарасик. Спасибо, каравай. Спасибо. Ну что же. А я не дам вам поговорить. Отправляйтесь спать. Спать в стрепухе. Удачи, ребята. Так, а что, блин? Седина, я крышку уронил. Крышку от чего? От лимона. Ой, как хорошо. Внимание, внимание. Хантику привет от Сани. Спасибо за внимание. Хороший. Итак, полная тишина. Спасите, а как интерфейс включить? А полная тишина, типа, тучная, да? Слышь, не весом? Хватит. Мага, ты что делаешь? Все, все спят. Закрыли глаза. И в полной тишине просыпается мафия. Мафия открывает свои глазки. Кто будет первой жертвой? Мафия совещается. Я жду общего решения. Мафия принимает решение. Засыпает. Просыпается Дон, мафия. Дон ищет комиссара. Дон засыпает. Пробуждается комиссар. Ищет мафию. Комиссар засыпает. Очередь за доктором. Доктор, доброе утро. Доктор выбирает кого лечить. Доктор. Второй раз едет скорая. Доктор. Принимает решение и засыпает. Просыпается маньяк. Кого же убьет маньяк? Маньяк засыпает. Утро. Сейчас никто не говорит. У нас трубы... Трубы горят. Трубы. Кто труба? Ставь лайк. Шесть секунд. Да, блин, говняный восьмон. Мне приходится каждый раз включать прослушивание и вывод, чтобы, блин, нормально работало. Итак. В общем, этой ночью, да, у нас сгорели трубы. И, к сожалению, задушенный прямо на шесте был найден мага. А рядом, а рядом проткнутый этим шестом валялся квикантик. У нас два труба после этой ночи. Вот два красных. Как я и говорила. Да, два красных ёбнуля. Так, я играю с десяточкой, хотя она со мной не играет. И минус рамочка, да? Ну ладно. Общее обсуждение. Бля, как вообще маньяка найти? Вот так. Уедет. Я тоже не... А его никак не найти, только ну... По пакту, а вы знаете, что маньяк может умереть? Ну, вы же понимаете? Да, маньяка могут убить, конечно. Да. Ну, типа, в теории могло быть, да, что убили маньяка, например, и маньяк с собой забрал одну мафию. Но это крайне мало вероятно. Ну, просто смотрите, проблема такая, что если сейчас... А, если погодит маньяк, то ставка никому не может, типа... Маньяк комиссар видит, как мирный. Смотрите, короче, сейчас, если маньяк не умер, а он, скорее всего, не умер, то сейчас будет ещё 2 кила. И что, нам всё, пиздец? Не, всё, у нас следующий критический круг будет, правильно? Да, если маньяк остался, то у нас... Кто неленивый в чате, говорите чату, когда они спрашивают, кто там лечил, кто ещё что делал. Саня, привет передала. Мы знаем, что доктор захилял. Например, было 2, и... такая вот контента. Ну, смотри, там грязно. Грязно и весело будет, в любом случае. Стой, у нас следующий критический круг будет, если двое, бля... Так нет, если сейчас 2 кила будет, то всё. Так мы же одного кикаем, 2 кила, и что? Если мы кикаем неправильно, 2 кила, и всё. Правильно же? Охуенно. Да. Блядь, рай. Просто посидел. Я попросил. Я попросил маньяка. Косточка, кого на маньяке сидит? Хорошо, а может нам тогда, если у нас такой решающий круг, то может у нас есть... Чат, как Ликс узнал, что это было сейчас? Проверку хотя бы. Да, хотя бы красного обозначить. Да, но это сложная игра будет, конечно. Ну, в принципе... Ребят, нам надо рисковать, если честно, у нас пизда полная. Да. Ладно, я вскрою свою проверку. Короче, я проверил Наташу, она красный игрок. Ты комиссарыч? Да. Я помню столько вскрытий Марка, когда он не был комиссаром. Стоп, стоп, давайте мы забудем все прошлое игры. Это вообще нормально. Дорогай, потому что у нас критический круг. Мы за вами... Нет, подожди, подожди, есть ещё комиссары. Нет, а почему ты сначала с тола проснулся и говоришь, типа, я играю с десяткой? А он что отчитает? А, блин, он же не спал первой ночи, он читал чат. Я тебя объяснила. Блядь, Наташ, нахуя, нахуя мне говорить с тобой, потому что Арина на первом кругу сказала обозначила двух красных игроков, которые сейчас ушли мёртвыми. Нахуя мне это нужно было говорить про тебя? Ну ладно, мы уже поняли, Марк уходит. Чё дальше делать? На Доне как сидится? У нас сейчас один или два игрока уходят на этом круге? Либо Маркси заруинил, либо это... Один, на одном уже будет. Не знаю, Марк не особо нравится. А ребят, а чего так долго говорите на общем? Вы что, часов не наблюдаете? Офигели совсем? А ну-ка, по очереди. Давайте, по очереди. Знаешь, так долго обсуждаем, а чё так быстро винишко меняется в бокале? Уровень. У тебя в жизни ничего не меняется. Прости, Дима, это грубо было, прости. Наташа, начинаем с тебя. Против кого-то и почему-то, прости, пожалуйста, Дима, это я зря, прости. Я в тилте. Прости. Хоть в комнате. Я точно, скорее всего, не буду играть с Димой, я не буду играть с база кормит, сто процентов. Вот. Чё с ним играть на один ход? Ну да, ладно, они для меня очень подозрительные, а скорее всего, буду я голосовать в Марка, потому что он... Потому что у тебя мозгов нет, блядь. Уоу! Ну, для меня он неоднозначный, то есть он не проверил десятку, но с ней играет, ну, потому что вот умерли вот все пылы, и покрасны. Я тебя выставляю. Я тебя выставляю. Так, чат, внимательно следите за выставлениями, давайте работайте. Восьмерки, вы тоже сегодня работаете, хватит отдыхать. Он написал, что седьмой маф, и потом говорит, что в конце своей речи, что седьмой, может быть, поиграет. Куда написать? Ну вот. Я просто так говорил, это первый раунд. Ну, ты так говорил, ну, для меня это подозрительно. Это для меня подозрительно. Ну, плюс, и ты пиздил на десятку, и на остальных, которые даже тоже не поговорили. Вот, поэтому, да, я буду голосовать в Марко. Ну что? Так, ты выставляешь Марко, да? А что мне делать, блядь, больше никто ничего не говорил. По первому ходу я и говорю, и делаю выводы. Да-да-да. А, Гвакамоле, да? А, конечно, Хатик-то мертв. Спасибо. Костыч, твоя минутка. Так, ну что я могу сказать? Мне не понравилось, что Диман вкинул, что я маньяк, просто так, ни из каких фактов. Так что Диман для меня такая... Обоснуй. Я уже обосновал, блядь. Дальше. Ну, Наташа, 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 она речь мне понравилась больше, ты молчи, ебать. После первого хода. Ебать, Костыч дерзкий стал. Господи, да ответь человеку, сколько идет с 3, он не может жить из этой информации, чат, ну. Столько бабок. Вообще-то месяц. Так, ну седьмой, очевидно, это был фейк, этот фейк комиссарыч, так что мы его кикаем сегодня. С кем я поиграл? Ну, с 11 поиграл бы, и с двоечкой. А все остальные для меня серии, пока что. Вот Диман, точно мафия, блядь. Ты кого-то выставишь из нашего клуба? Марк уже стоит, да, туда Диман. Пусть побагарит. Спасибо, Костыч. Анечка? Ну, для меня есть несколько людей, которые под вопросом, для меня было непонятно, но Марка уже выставили, просто то, что он сказал вначале, что для него красная, это двойка, то есть 100%, и он почему-то ее проверяет, и как-то он странно вскрылся, это первое, но это ладно, возможно, он реальный комиссар. Диман тоже для меня непонятен, потому что он и про маньяков кидывал, но тоже такое для меня непонятно, больше, наверное, к мафии. Такие красные, но это, наверное, двойка, очевидно, что она красная. Вот про Вадю тоже не могу понять, это возможно, не знаю, мне кажется, он маньяк, может быть, потому что и так далее. Одиннадцатый ближе, наверное, к мирному, десятка тоже, может быть, она доктор, не знаю. Ну, короче, непонятно, я бы послушала еще Димана, потому что Марк уже выставлен. Меня уже выставили. Он тоже стоит, да. Ну, тогда оставляю все как есть, потому что самые два подозрительных. Подымай, подымай пуху, кого больше поговорим, нас пиздец. Я считаю. Кого? Ну, давай тогда, пусть тройка, пусть еще косточь поговорить. Потому что, спасибо. До них какой-то зацеп произошел там. Спасибо. И, иван инсайдорович? Да, здрасте. Ну, что, Ань, по-ать ничего не понятно, потому что он последний закроет слово, он еще ничего не уступал. По мне скажи, блядь. По тебе, блядь, Марк, ну ты реально хуёво влетел с комиссаром, тут тебя Даша справедливо отметила. Ну смотри, расклад какой есть, что среди этих двух был комиссар, и ты так легко влетел, потому что ты был доном, ты проверил, например, комиссар, типа, окей. Чё, это вам фоновую музычку сейчас нормально слышно? Да, никто не вскрылся. Так что, блядь, вероятность того, что ты так хуёво вскрылся, ну ты обосрался, ты реально сказал, что играешь с десяткой, а проверил двойку. Так тебе надо было с двойкой играть. Тут Наташа справедливо тебя поймала за жопу. И, ну, будет логично, что среди этих двух есть, был, точнее, был комиссар, ты это себе на руку решил сыграть, но ты видишь, оговорился с десяткой. Вот. Так что, из всех пока, да, ты наиболее... Прибавил на 4% музыку. Потому что, если мы ошибаемся, то это же да. Комиссар уже никуда не скажет. Ну, если кто-то будет открываться комиссаром, то я считаю, что... Спасибо. Может, он бы раньше вскрылся, да. Вжемый Иван, вы кого-то выставите? Да, я не знаю, Вадя закрывает. 7-8 сейчас номинировано, и всё. 7-8 тренинг. Не, выставите меня последним, чтобы я закрывал, а потом... Ну, давай, я, Вадя, тебя выставлю, ты и так закрываешь. А можно я последний тогда скажу, да? Можно один? Ну, ты и так последний. Ну, Вадя имеет в виду оправдательную речь, наверное, нет? Да, оправдательную речь. А-а-а. Ну, я лучше тебя выставлю потом. Да. Давай мне, Вадя, выставить. Инсайдер, ты кого? Давайте все поговорим, короче. Кого ты? Кровальчик. Ага, хорошо. А-а-а, Марк? Короче, выставляю Вилона, привет вам, чтобы попиздел. Смотрите, по первому кругу Арина обозначила двух людей, которые ушли мёртвыми и красными, и поэтому я сказал, что Арина красная, я буду с ней играть. Объясняю, почему я вскрылся комиссаром. Я лже-комиссар, то есть я мирный человек, потому что никто не вскрылся. Я вскрылся им, чтобы посмотреть на реакцию людей. Реакция людей была какая. На общем, третий молчал, восьмой молчал, одиннадцатый молчал, десятая молчала. И когда открылся обосранный лже-комиссаром, третий, восьмой, десять, одиннадцать начали топить. Среди них сто процентов есть как минимум две мафии. Наташа, походу, мирный, который просто объебалась. Вот. И если ты вкидываешь руку у меня, лучше подумай, потому что следующий круг у вас будет критический. Я, типа, мирный чел. Почему, походу, мирный? Ты же её проверил. Кто? Я лже-комиссар, я мирный. Я не комиссар, потому что комиссаром по-любому кто-то ушёл, кто умер. Вот. Типа, я тебе объясняю, я специально обосренно вскрылся, чтобы посмотреть на реакцию людей и сразу увидеть тех, кто будет меня топить. Всё, как бы... Мне больше нехуй сказать. Я выставляю третьего. Третьего. А уже стоит. Семь, восемь, три, одиннадцать. Ты никого, да? Чё, блядь, мне просто сейчас ты пристил у меня вначале. Да, ты уже... Уже стоит. Уже стоит. Семь, восемь, три, одиннадцать. Я тебя пристил, чтобы ты поговорил. Для меня мафия третьего. Господа, у меня в чате спамят, маньяк убивает раз в две ночи, но мы всегда играем с убийствами один раз каждую ночь. Давай одну в две ночи. Это заебись, кстати, Дина. Чтобы хотя бы... Да, это вообще беда. Я помню, мы тогда тоже так играли. Потому что мы сначала играли, что маньяк убил каждую игру, у нас игра закончится. Просто быстрая игра закончится, да. Так, Марк, ты кого-то поднимешь в итоге, выставишь? Ну, я уже, Вадим, пусть каравай Вадима выставит, я, Костя, буду... Уже стоит, семь, восемь, три, одиннадцать стоят. Ну, всё, 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 один-то поднимаю. И теперь у нас главный знаток нашего местонахождения. Ликс. Спасибо за речь, точнее, за возможность поговорить. Марк, я в тебя не то что топил, просто ты сначала говоришь, что десятка типа мирный. Ой, это типа... Короче, что двойка, это у тебя красный игрок, но ты играешь с десяткой. Вот это просто удивило, вот и всё. Меня другое удивило. Когда двоечка закинула в меня, ну, в Марка, соответственно, и в меня, троечка и четвёрочка сразу начинают тоже подсасываться к этому. И троечке я не нравлюсь, и четвёрочке я не нравлюсь. Поэтому я сказал, что, Костыч, маньяк просто так закинул. И между ними там либо маньяк-мафия, либо, я не знаю, там, ну, один маф там или маньяк там точно есть, потому что они не уверены. Чё-то у нас смайлик-еблан работает. Вот я, наверное, на троечку свою руку перекину, я не буду голосовать сейчас с Маркой, если, ну, если типа ТЛЖ Комиссар, это был очень странный ход, Марк, чтобы... Ну, потому что, знаешь, может не прокатить. Вот, я буду в троечку закидывать, потому что троечка для меня очень странно подсосался к варианту с Наташей. Да и четвёрка тоже. Десятка ЕХЗ, одиннадцатый ХЗ, а сейчас посмотрим, что они поговорят. А, я про тебя могу сказать только одно, что когда ты играешь в мафии, ты играешь по-другому, ты для меня красный игрок. Дмитрий, ты кого-то, вы кого-то выставите? А кто остался? Кто ещё не говорил? Ты можешь видеть там, кто ещё не говорил, но выставлены 7, 8, 3, 11. А, 6, 6, 6. Спасибо, Дива, Арина. Так, мне определённо нравится единица, двойка, шестёрка и восьмёрка. Для меня это красные игроки, одиннадцатый для меня серый. Что по поводу тройки, четвёрки и семёрки? Я пока не знаю, семёрка, не знаю, какую-то хуйню, короче, наделала. Я пока не понимаю, куда его приписывать, к мафии или к мирным или вообще. Чат, а вот вы мафия или мирный? Ага, вот, да, мне больше пока не нравится по эмоционалу тройка и четвёрка, и по речи. Я, конечно, больше на них сейчас склоняюсь, обращаю внимание. Вот, хочу, кто вы не выставлен, тройка или четвёрка? Я не выставлена. Четвёрка не стоит. Чтобы послушать. Спасибо. Каравайчик. Блин, очень хуй знает вообще, что тут делать, блядь. Играть в мафию? Ну, потому что, понял, спасибо. Спасибо. Просто ты сказал, что со мной бы поиграл в Кей Кост, и я бы с тобой один круг поиграл, но это, конечно, опасно. Опасно. Мне тоже с тобой опасно, я вроде вообще-то. Да не-не-не-не-не. Хуй знает, ты, сука, какой-то странненький тип. Мне интересно, что Ваня скажет. Бля, мне не нравится Диман, но... Если кто-то построит куракету, то подарю самку. Сейчас вроде мне более-менее понравилось. Я даже не понимаю, просто как тут... Окей, я послушай, короче, Вадя скажет сейчас. Мне будет интересно, что Вадя скажет. И что? Я выставляю, Вадя. Красава. Спасибо. И Вадим? Короче, есть такая проблема, что Семерочка, тот же Марк, он уже так делал очень давно, там, где-то примерно год назад, он фейканул, обосрался, и при этом все равно был красным. Блин, ну, типа, конечно, это можно сказать, что сейчас идет все понакатанное, и у него, типа, нихуя не получается, и речь валится, блядь. Ну, такое бывает, нахуй. Ебать там, нахуй, его. Нет, Диксон, у нас дезерзер. Я, блядь. У меня все получилось, я две мафии нашел уже. 60 секунд схватил, мать его, блядь, и этот, спрыгивает вниз, нахуй. Мак. Как до нас пошел? Короче, блин, ну, я не знаю, мы, типа, не можем прям так сильно рисковать. Поэтому, наверное, семерку, возможно, стоило бы убрать, чисто из-за того, что довольно опасно. Мне нравится позиция десятого игрока, потому что она взяла, если я не ошибаюсь, 2-6-1-8 в свою команду. Блин, Диман неплохо играет, и говорит, вроде, неплохо. Ну, и этот. Он такой, наверное, с чили, короче. Я бы тоже, наверное, поиграл 1-2. Ваня вот немножко расстроен такой, не понимаю, почему, но, в принципе, 1-2-8-10-6. Спасибо, Ваня. У нас 7-8-3, 11-6-4 в номинации. 7-8-3, 11-6-4. Марк стоит. Не, я имею в виду, что Марк и Баш. Я зрение, я зрение Марков. Все, ты никого не выставляешь, давай. Так все же выставлены? Кроме Наташи. А, давай Наташи. Короче, я говорю. Оправдательные речи. Просто поговорить. Я понимаю, что от ваших глаз, типа, мой мув фулл и ебанско выглядел, но для себя я сделал охуенный мув, в плане того, что я увидел эмоционал людей, увидел коня драгировали, люди, которые сразу говорят, ты уходишь, потому что они, скорее всего, убили этого, блядь, мента, и они знают, что я лже. Блядь, Крот, ну ты нифига построил ракету, ты офигел. И они хотят, типа, подсобить и сказать, что он уходит, блядь, все. Они знают, что они убили, скорее всего, комиссар. Вот. Они знают о моем уже вскрытии. Блядь, я не знаю, что говорить. Да, я для вас обоссована вскрылся. Я сейчас сказала, вот по поводу восьмерки. Да, блядь, ну у меня дохуя мысли, я не могу их в один поток направить и соединить. Спасибо за оправдательную речь, Марк Гавакамоле. Оправдывается дальше Ликс. Дима, освободи рот и говори. Я не оправдываюсь, а поясняю, малыш. Ну, ладно, смотри, пожалуйста. Так. Короче, Марк, я сейчас не понял, что ты сказал, если честно. Да похуй, прям. По поводу того, как они поняли, что это комиссар и так далее. Это очень странно. Слово, малыш, в чат, кто хочет выиграть сапку. Я с вами буду гусать косточа в тройку, потому что для меня это либо маньяк, либо маф. Поскольку он пососался к двойке потом, я на следующем ходу посмотрю, как будешь играть ты. У меня все. А ты быстр. Спасибо, Дмитрий. Как всегда, Дмитрий. Это правда. Номер три, Косточ. Дима, где я подсосался, если просто сказал, что мне не понравилось, что ты вкинулся в маньяк просто так. Ну, а между вами, между 3 и 4, у меня либо маньяк мафия, либо маньяк мафия, либо мафия, либо мафия. Так, ну, насчет семерки я могу сказать, что сорян, я не знал, что у тебя плейстайл, как у еблана, поэтому подумал, что ты мафия. Участвует только ансабы, сабам нельзя, вы чё? Плейстайл. Ну, на меня как-то слабо игрока решили, блядь. Какой еблана. Сюда плейстайл, девочки. На меня как на мирного хуяфи были наехать, чтобы у тебя прекрасно игрока, блядь. Почему у меня в счастье был строй спамит? Спас! Сива большое, Косточ. Караванчик. Блин, я вообще не знаю, кого тут кикать и что вообще делать, потому что я запутался жестко. Не знаю, но я буду просто голосовать тогда в Марка, потому что мне вообще не понравилось, что он сделал. Это, в принципе, всё. Плакать хочу. Спасибо большое, Каравай. Весьма сдержанно. Номер шесть, инсайдер. Ну, если мы играем не по рофлу, то у нас только один вариант, это семерку убирать. Потому что при условии, что у нас три мафии. Ну, типа, Марк, сам пойми, скрываться лжекомиссаром... Джоанн, спасибо огромное за подарок. Для военного. Спасибо большое. Военные в наших рядах. Ваня, ещё удивительно, что ты уже вторую ночь жив. Спасибо, что ты, конечно, в мою речь говоришь. И просто можно по такой логике каждый раз скрываться лжекомиссаром и говорить... Ну, я просто проверить, я кран. И что тогда? Давайте не по рофлу кикать. Будем на рандом стрелять. Нам нельзя на рандом сейчас стрелять. Спасибо, инсайдер. Да, выбирай, только Марка. Спасибо. Номер четыре, Анечка. Ну, для меня по-прежнему остаётся семь, восемь и три. Марка, возможно, мог так обосорно вскрыться, потому что у него были уже такие прецеденты. Но хз, красный он, не красный. Тройка. Тройка мне не нравится, потому что у них какой-то реально зацеп с восьмёркой, и там точно среди них есть маф. Идите, похуй. Охуенно. Тройка и восьмёрка, но для меня кто-то из них точно маф. Подумаю, в кого буду из них вкидывать, тройка или восьмёрка. На этом, наверное, всё. Так особо больше нечего сказать. Спасибо, Анечка. И Наташа. А я? А я? Ты последний же хотел поговорить. А, кстати, а что я тебя не записал, Вадь? Тогда, да, Вадим и потом Наташа, давай. Охуела! Иди на магию. Вадя! Говори, давай. Короче, блин, у меня, если честно, по столу огромные вопросы есть к Ване. Мне вообще максимально не нравится его эмоционал на красной карте. Типа он супер расстроенный. Ну, честно, Вадь, нет, нет, нет. Просто Удины, Вадь. Нет, 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 без рофлов. Я смотрю на тебя весь раунд, и не потому что ты не привыкаешь, а потому что... Нет, Ваня, сделаешь потом все клипы. Короче, вот у меня есть вопросы к Ване. Прям такие, прям... Понятное дело, что он живёт, но это всё похуй, потому что его в последнее время не убивают. Спасибо большое, Вадя. И вот теперь Наташа. Все поговорили? Ну, я мешкусь между семёркой и восьмёркой, но я думаю, единогласно будет в семёрку, но я посмотрю ещё на руки. Бля, вот так стоёвые людей, читая, типа, эмоционалы, это пиздец. Ну, вообще-то, мне с самого начала не понравилось, у тебя очень глаза жёсткие, бы я галей. Всё до того, как в мафию играть стали. Да ты и модеры очнулись, это я его отстранила на 10 минут. Модеры сидят в ракете строят. Я всё буду голосовать тебя, всё. Спасибо. Спасибо большое, Наташа. Ну что же, все оправдательные речи высказаны. Ой, не задохнись там своим мороженым, Микс. Пришло время голосовать. У нас в номинации 7, 8, 3, 11, 6, 4, 1, 2, в общем, все. В таком же порядке. Называю имя, и у вас будет 3 секунды, чтобы поднять руку. Готовы? Отлично. Поехали. Если вы хотите, чтобы номер 7 покинул стол, поднимите руку, это Марк в акамоле. Раз, два, три. Стой, раз, два, три, четыре. А вон ещё рука, пятая. А, Вадя, у тебя рука просто сливается с фоном. Пять рук, правильно? Раз, два, три, четыре, пять. Да? Опять рук уходит в Марка. Кто против номера 8? Блин, три, шесть уже, Мафия, нет? Это правда, большинство. Да ты чё? Ну, хорошо, мы тогда не будем, не узнаем, куда отправились остальные руки. Большинство против Марка Гвакамоле. Твоё последнее слово. Ну, хорошие игры, ребят, на самом деле. С мафией выиграет, это будет заслуженно. Я надеюсь, маньяк проебёт, потому что маньяк сейчас за столом. Хочется, чтобы выиграла мафия. Всё, удачи, мирным, спасибо. С этими словами Марка Гвакамоле нас покидает. А вы засыпаете. Спокойной ночи. В полной тишине просыпается мафия. Мафия будет убивать. Мафия убьёт. Мафия сделал свой выбор. Засыпает. Просыпается дон мафии. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар ищет мафию. И засыпает. Просыпается доктор. Доктор лечит и засыпает. На эту ночь всё. Утро. Доброе, доброе, доброе утро. Результаты ночи, к сожалению, уносят от нас номер 10 с колен... Это колено или плечо Арин? Колено. А, хорошо. Ну, это хорошо, но плохо, что тебя убили. Всё. Ф. Ф. Арине, обсуждайте. 8-11 мафия. Охуел? Охуел? По твоему эмоционалу было видно, ты такой на обостраничах сидишь. Я вообще всё люблю обостраничить. Маньяк раз в ночь в чат мы решили. А почему один килл? Бля, я теперь понял, почему Вадя так решил меня потопить. Почему? Ну, бля, типа Рина в конце на меня наехала, и Вадя решил убрать её, чтобы типа на меня больше пиздели. Якобы я и так задержался, меня не убили, типа я мафия. Потому что Вадя единственный, кто говорил, что у меня хуёвый эмоционал, я грустный. Я всю игру рофлю, улыбаюсь, и он единственный, кто у меня начал душить. То есть ты хочешь сказать, что я мафия, да? Ну, я больше никого не вижу, чтобы так сейчас... Ну, типа только ты мог бы... Хорошо, я надежда на маньяка. Это решающий круг, поэтому я могу сказать, я доктор. Я до этого лечил Костяна, а сейчас я лечил номер 8. Окей. До этого лечил первый, начали сел третий, потом 8. Чё, мафия красиво сидит, да? А чё ты не себя лечил? А чё ты не себя лечил? А что такого смешного? Ну, одно лечение сработало, значит. В смысле, маньяк... Ну, всё-таки, в этом ходу маньяк не убивал. Либо маньяк в одной, в одной, в одной того же... Маньяк раз две ночи просыпается, мы решили. А, раз две ночи? Он этот ход не бил. Да, он в этот раз никого не убивал, поэтому... Ребята, каждый раз. Хорошо, вы исключаете возможность, что у нас в первую ночь мог отлететь и маньяк, в том числе? Нет, мог, конечно. Маньяк мог отлететь, это тогда вообще не бан. Но мы это узнаем только в жизни. Это вообще не бан, но мы не можем узнать, потому что у нас сейчас, если маньяк он был, то он не атаковал. А вообще, Ваня, я тебе... Почему маньяк, если был, не атаковал? Если у нас был, он мог не атаковать? Он не может атаковать, он не может сейчас атаковать. Теоретически, могли в одну цель и мафия стрельнуть, и маньяк, теоретически. Да он не атаковал эту ночь. А, если маньяк был... Спасибо за общее обсуждение. А теперь по очереди начинает, сейчас Косточ. Ну, смотрите, для меня 1, 2, 4 и 6, мирные игроки, большинство. 8, 11, для меня точно 2 мафии. Остается вопрос, только Марк был мафией или нет. Если нет, то где-то есть еще третья мафия из этих четверых, которых я назвал мирными. Ну, хочу очень послушать Каравая, потому что он такой сидит на... Босричах, Бурмалденцич. Поэтому пока так, кипну. Ты кого-то выставишь? Да, Каравая. 11, спасибо, Косточ. Аня? Ну, для меня тройка, я просто не успела проголосовать, он для меня был подозрительным. Сейчас сброс в 11 для меня не совсем понятен. Я еще почему-то думала, я об этом говорила, что Вадим, возможно, маньяк, но сейчас он вскрылся доктором, поэтому его я пока, наверное, отбрасываю от этой роли. И я бы послушала Косточа еще раз, потому что я не понимаю, то ли там маньяк, то ли там мафия, что-то, какая-то хуйня точно там. Поэтому, Косточ, поговори еще, пожалуйста, я тебя выставляю. Двойка, наверное, красная, Вадим, доктор. Хуй его знает. Пока что вот так. Спасибо, Аня. Инсайдер. Да, ну, блядь, доктора другого нет, с другой стороны, Вадя, хорошо. Ну все, я сейчас вытащу по слову малыш. Гвинчик, год с нами, спасибо большое, Саша. Спасибо, Гвинчик. Год, спасибо большое. Надеюсь. И что ты, блядь, с вторым уровнем теперь не обосрешь. Хочется в это верить. Просто вот видишь, никто, кроме Вадя, тебя не говорил, что я реально сидел на чиле, на расслабоне, все заебись, рофлил. Ты единственный, кто начал на меня говорить. Это странно было. Вань, можешь про всех сказать, а не только про Вадю? Могу про всех сказать. Все, я вытаскиваю. И вот по поводу Каравайчика, ну, что Марк с ним играл, ну... Ретро вейп, поздравляю. Ой. Тебе бан. Да, Каравайчик. Ну, в теории, может быть. А кто у нас тройка будет с ним тогда? Ну, вот если Каравайчик. Тут по тройке пиздец. Я не знаю, кто-то может... Вот нарисовать команду, блядь. Наташа будет говорить, конечно. Я тебе что-то записываю, я нихуя не буду. Наташа улыбается, вот у нее такой взгляд коварный, пиздец. Она... Все, пизда, мы выиграли. Вот, не знаю, неужели... Неужели она вместе с Караком там была? Потому что Марк, он типа ее окраснил проверить, то есть он... Спасибо большое, Ваня. Ну, засейвить ее, но у него не прокатило. Остальным сказать что-то. А уже не скажешь, время и стекло. Ты кого-то выставишь? Про Вадю. Про кого успешу. Господин Эссайдер, вы кого-то выставите? Я Наташу номинирую. Благодарю вас. Дмитрий Ликс. Ты два хода, Грюша, красная. Для меня двойка сейчас на данный момент является красным игроком. Для меня также между тройкой и четвертой 100%. Блядь. Между тройкой и четверкой 100% есть маф. Мне почему-то кажется, что маньяка нету. Ну, мы, конечно, знаем это в следующую ночь. Мне кажется, что маньяка забрали либо вообще на десятке маньяк был, либо вообще первым ходом маньяк ушел. Соответственно, я буду продолжать топить в тройку, потому что тройка продолжает топить в меня. Можете нас пилить, мне как-то без разницы. Я не понимаю, почему тройка постоянно видит во мне мафию. Ну, он, спасибо огромное за пять подарочных. Поэтому одиннадцатый для меня тоже... Чат, поздравляю, кому прилетело. Мне кажется, две мапы это три-четыре. Спасибо огромное. Вот, я буду топить в тройку сейчас. Спасибо большое. По поводу шестерки. Вадя нагнал на шестерку. Я согласен, шестерка странно, что он еще до сих пор жив. Он вообще обычно на первом ходу отлетает. Но логично было бы типа шестерки, если он маф, убивать Вадю. А Вадя жив. И Вадя типа доктор, он там не лечил себя. Кто вернулся, смайлик у ворота. И ночь произошло убийство. Поэтому, не знаю, я в тройку, и потом будем смотреть там четыре-шесть. Ну, не знаю, там... Какая-то такая ситуация для меня на столе. Спасибо. Дима, ты кого-то поднимешь, выставишь? Я бы поднял четверочку. Тройку уже выставили, да? Да. Да, я выставила. Четверку, спасибо, Дим. Кровайчик. Косточ, красавчик. Я чисто два круга первых, которых отыгрывал просто на фулл обозрочек. Тебе ты ничего не сказал. Как третий круг прошел, когда восемь челов осталось, когда патовая ситуация, ты сразу говоришь, что типа я, блядь, там какой-то черный игрок. Типа для меня ты, брат, черный игрок. Мне понравилось то, что Диман сказал. Я буду вообще... Сейчас я с Диманом поиграю этот круг. Мне он понравилось, то, что сказал. Да, прошлые круги мне вообще не нравилось, что он говорил. Сейчас неплохо. Чат, если сейчас попрут кост, то все, победа мафии. Это для меня красный игрок. Вадя это доктор. Если на столе... Блин, просто... Если маньяк и три мафии еще на столе, то все, это пизда. А как? Но мы же мафии ни одного еще не выиграли в теории. В теории же может маньяк жить. В теории. Просто он убивал в прошлом ходу. И если, типа, мы сейчас, условно говоря, выкидываем... Бля, если у нас есть маньяк, то он может вообще убить мафию. Бля, короче, ебать это пиздец. Ну, я бы, короче, с восьмеркой... Спасибо. Каравай, ты кого-то выставишь. У нас 11-3-2-4 в номинации. Нет, нет, нет. Спасибо. Вадим? Ребят, ну, как говорится, мы все люди. Все люди ошибаются. Но я все равно буду призывать стол голосовать против шестого игрока, против инсайдера. Довольно слабая речь. Затесался. Вы должны понимать, что начало было. И он сразу же начал защищаться. Зачем? Если он не виновен, зачем он защищаться? Он начал придумывать сразу про килл десятки. То, что это я сказал, что я играю с десяткой. Поэтому я ее убил. То есть, ну, вот это вот... Понимаете, красному это не нужно. Ну, то есть, типа, красный просто просыпается, у него все заебись. А мафии все-таки нужно что-то придумывать. И, как бы, ну, речь довольно слабая, при том, что Ваня... Джоан, это ты зря написала. Ой, зря. Сейчас чувствуется, что он потерянный. Типа, поэтому, ну, я вам говорю, что, скорее всего, Ваня является мафией. Про 3-4 можешь сказать? Блядь, про 3-4 это пиздец. Я не знаю. Ну, то есть, Костяная вообще... Я его хилил в первый ход, потому что он мне казался очень красным. Но тут хуй поймешь, понимаешь? Вот я говорю, по Костычу, Костычу вишни, это для меня очень сложно. Скорее всего, вы будете это решать, когда меня уже не будет. Поэтому мне будет так проще. Но я бы говорю, я сейчас призывал бы убирать Ваню. Потому что, ну, супер-супер слабая позиция на столе. И типа, и он по присыпу сразу начинает защищаться. Спасибо, Вадя, ты кого-то выставишь. Если 6 выставлен, я бы выставил... Нет, нет, лежит. 6. 6 тогда. Спасибо. И Наташа закрываешь. Смотри, Ваня, ты выкидывал вообще Марк со словами такими, что... Ну, вот Наташа, типа, верно подметила, что ты там обосрался, там то-се. Ну, типа, то бишь, значит, я уже красная. И в предыдущем ходу ты говорила, что красная. Джоанн, спасибо огромное за подарок для тети Моти. Спасибо большое. Вообще, когда весь стол считает меня красной. Непонятно вообще, под каким предлогом. Ничего по столу нормально не сказал, задев только Вадю. Поржал над его позицией, что он скрылся доктором. Это очень странно. Короче, замешкался, ничего не сказал по поводу, например, Дима, по-моему, ничего не сказал. Виш ничего не сказал. Косточу и только Крова и Вадю. Вибик, их три человека остается. Три на треть в победе Мафии. Ну, и меня просто вкинул без слов. Хотя ты там замашнил Косточей и Крова в их файтинге. Я думаю, в их лично... Это поровну остается, что побеждает Мафия. Влетать. Вот. Поэтому я буду голосовать против тебя. Не знаю. Мы не выставляем или выставляем? А, выставляем. Выставляем. Выставляем, да. А кто не выставляет? У нас 11, 3, 2, 4, 6 стоят. Можешь меня выставить? Только Ликс лежит. Ну, давай Дима. Дима, да. И Дима. Да, куда там? Наташа выставляет Ликса. Ну, да. Итого. У нас 11, 3, 2, 4, 6, 8 в номинации в таком порядке оправдательные речи, начиная с Вади Каравайчика. Твои 30 секунд, Вадь. Бля, я не знаю. Просто я буду играть за большинство. Чоанн, спасибо еще раз, подарок. Эск. Теперь для эск. Типа, если ты 1 и 2 голосует в шестерку, то я буду в шестерку тогда голосовать. Это все. Ну, для меня третье еще. Давай, это не большинство. Ну, нет. В общем, типа, и мы... Не, вообще, это большинство будет. То, что Диман 100% в тройку голосует, то, что он не хочет. А все остальное... Ладно, тогда послушаем Димана. Мы уже не стопаем. Спасибо. Каравайчик номер 3. Косточ, твоя оправдашка. Ну, речь 1-2 мне понравилась. Я хочу к ним подсосаться и тоже шестерку к их нахуй. 11 для меня все остается черной картой, а вот Диман с каждой секундой для меня окрасняется. Сорян, Диман, что я на тебя наезжал. Сорян, с каждой секундой. Я придет красный голосовать, сорян. Ну, ну да. Еще пару слов Косточек и хешу. Кикую шестерку, потом 11 я буду против него играть. Все остальные для меня красные. Спасибо, Косточ. Номер 2, Наташа. А я? А ты после? После Наташи оправдаешься. Ну, я не знаю, что сказать. Я уже ради все сказала. Я просто записываю и как бы это. Не надо, не записывай. Не записывай, ладно. Окей. Я говорю, я просто не умею играть. Ну, инсайдер, инсайдер. Я хочу голосовать. Для меня очевидно просто. Он очень обосранный. Типа, до этого никогда и всегда говорил только правильно, четко, без лишних слов. А тут прям так. Знаешь, вот трогать бороду. Ну, не знаю, по эмоционалу мне максимально. Он так и не нравится. Уехал, ебанчик. А чему вы проиграли? Потому что в другом городе. Ваня, ну, побри. Тянет время. Так, ну, не знаю. Мне вообще Ваня не нравится. Все, давай. Просто не нравится. Спасибо большое, Наташ. Аня Вишенка? Ну, для меня по-прежнему тройка остается. Чат плюс, Анетикому тоже инсайдер не нравится, кстати. Там, скорее всего, маньяк, потому что постоянно то с восьмеркой, то с одиннадцатым происходит в киды и какая-то, что он мошнит. По поводу шестерки тоже. Вот. Поэтому я буду между ними выбирать. Хоть Косыч считает меня красным игроком, но для меня немножко это подозрительно. Я бы, ну, как красный, так и не играла. Поэтому 3 и 6 для меня самое подозрительное. Но больше, наверное, троек. Мне кажется, что там вообще маньяк. Почему-то я так... Спасибо, Аня. Теперь очередь инсайдера. Бля, вот, Вадя, это лишний раз посчитает мои слова, почему я дефаюсь. У вас в головах всегда сидит. Если я не умираю, я автоматом мафия. Вот как с вами играть? Это нереально. Вы, блядь, я бороду трогаю в любую хуйню под эту... Вадь, ну, бля, можно я договорю? В любую хуйню, там, бороду трогает мафию, еще что угодно. Вы что угодно мне припишите. Если я жив, вы думаете, что я мафия. И автоматом. Костыч сразу резко подсосался, хуярит в шестерку. Давайте убирать. Наташа, я вам сказал, как один из вариантов, что Марк ее мог просто так окраснить, чтобы она верняк, вы на нее никто не подумали. И все, уходя, так мог сделать. У вас вообще этого в голове нет, вам похуй. Этот вариант просто озвучил. Спасибо, Иван. Спасибо большое. Это хуйня полная. Номер восемь, Дмитрий Ликс. Плюс тилт, могу сказать. Просто ситуация какая. Я согласен с единичкой-двойкой. Ваня тоже странно по мне так играет. Но Костыч то, что делает, это просто гениальнейший ему. И в любом случае, я не знаю, если сейчас мы убираем Ваню, потом давайте перейдем к Костычу. Потому что сначала 8-11 у него типа мафы. Теперь он голосует в шестерку, хотя про него слова вообще не говорил. И я уже красный игрок, но 11-й черный игрок. Вот, это вообще очень гениально. Четверочка, до сих пор не понимаю, почему ты мечешь. Спасибо, Дмитрий. И можно еще буквально 10 секунд? Нет. Если у нас, если маньяк мертв, у нас есть шанс выиграть. Если нет, то я думаю, что... Нельзя вообще толпа. Ваня не похилить может, братан. Так, ребята, а Вадю, никто у нас не выставлял, правильно? Правильно. Нет, нет, Вадю не выставлял. Ну что же, это все оправдательные речи. Итак, приготовьтесь голосовать в таком порядке. 11, 3, 2, 4, 6, 8. И поехали. Кто против номера 11? Крова и поднимите руку. Раз, два, три. Нет голосов. Против номера 3 Костыча. Раз, два, три. Это три голоса. Против номера 2 Наташа Генсухи. Раз, два, три. Ноль голосов. Против номера 4 Вишенки. Раз, два, три. Ни одной руки. Против номера 6 Инсайдера. Раз, два. Ну, четыре руки. Большинство против Ванечки. Твоя последняя речь. Что-то мне Диман сейчас не понравился. Что мне сказать? Да нет, я говорю, что... Что-то я сейчас ржу. Я держусь, я не ржу. Я ржу. Это все утверждают мои слова. Я начинаю раунд сразу с того, что мне приходится обрадоваться, потому что каждый раз вы говорите Инсайдер, если не умер, он мафия. И в каждой ебучей игре вот так. Это только Диман. Как мне тогда в мафию играть с вами, вы мне объясните? Если у вас всегда в башке одна и та же хуйня. Вот как играть? Да нет. Да как это нет-то, блядь? Как это нет? Я все это время был на чиле, улыбался, все заебись было. Только сейчас у меня срака пригорело. Говорю, нахуй мне тогда в мафию играть, если у вас всегда в башке. Вы говорите, инсайдер, блядь, если не умирает, то он... Так же не говорили даже. Да нет, это хуйня полная, Дина. Ну реально, постоянно я это слышу. Инсайдер не умер, он мафия. Нахуй, как тогда, блядь, играть? Это просто мем, типа, просто шутка. Да, конечно, мем, блядь. Да все нормально, блядь. Бля, поменяйте руку, меня что-то, блядь, смотри, какая-то... Костян. Кажется, инсайдер умер не от голосования, а от взрыва. Засыпайте. Спокойной ночи. Уж не знаю, с насколько чистой совестью вы будете после этого спать. Полная тишина. Просыпается... Все спят? Просыпается мафия. Мафия решает, кого убивать. Итак, сегодня умрет. Мафия засыпает. Просыпается Дон. Ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар делает свой выбор и засыпает. Черед доктора. Доктор. Просыпается. Делает свой выбор и засыпает. И этой ночью проснется маньяк. Маньяк просыпается. Маньяк сделал выбор и засыпает. Утро. Доброе утро. Последний герой. Так, тихо. Полная тишина. Этой ночью прямо на входе хотел сказать в спортзал. В наш стриптиз-клуб был найден номер 11. Каравайчик. Обсуждайте. Жалко, Каравайчик не услышит то, что я хочу сказать, потому что он только на меня перекинулся. Вспомните, пожалуйста, кто поднял руки, когда я поднял руку на Косточа. На удочку Ликса кто попался? Ванечка, инсайдер. И кто еще руку поднял у нас? Не помню. Ваня, иди со мной посиди, что-то там. Она была говорила про Косточу. Я всегда говорила про Косточу. Мафия был. Ну, не хочет. Еще бы еще об один час поднял руку Косточа бы ушел. Вот-вот. Поэтому я думаю, что ко мне подошла. Вот-вот же я тебе сказал, блядь, вообще-то. В смысле, Азан, твоему Косточку ушел. Так я тебе говорю, что мафия руку подняла. Вадя, 6 и 3, 6 и 4, подняла руку. Косточа вместе со мной. Это единственный шанс у них был. Потому что они знали, что шестерка уходит. Шестерка ушел мафия, очевидно. Четверка мафия, мы ее кикаем, и все. Маньяк, очевидно, не жив. Ну, либо тоже опять в одного чела стреляли. Ну, это странно. Доктор явно здесь сейчас не сейвил. В смысле, Косточ показывал кулак и единицу с учатой? Кого-то хилил? Ну, Косточ, лучше, наверное, не говорить. Просто, просто, короче, говорить, кого-то хилил, это не всегда хорошо. Модераторы перепроверьте. Если у нас каким-то хуем остался маньяк, и это я захилил того человека, в которого стреляли, то это есть смысл. Но мы это никак не узнаем. Смотрите, чат, если вы правы, и у нас и 1, и 11 умерли, то я подарю чату 10 сапок. А если я права, то все, кто писал, что у нас два трупа, за собой-то сами. У меня там, скажем так, как обычно, чат. Ладно, я не буду выживать. А если маньяк остается, игра продолжается? Да. Да. Это ты мне, да? Да, да, это я на вопрос Ликс ответила. А, я говорю, что душит там в чате, что ли? Ну, так как обычно, мафия. Чат видит одно, ведущий другое. Если маньяк остается, да, он дальше играет. Я понял. Ну, вообще, ребят, по-честному, тот же Диман легко может быть маньяком. Почему? Потому что зачастую маньяк, ему супер просто. У него нет команды, он соло. Спасибо за общее. Спасибо. Вадя, ситуация, да, ситуация. Блядь, да. Итак, сейчас у нас начинает Аня Вишенка. Аня, пожалуйста, твоя минутка. Ну, для меня по-прежнему остается Костыч, потому что у него был с 11 закус, и я думаю, что у нас какого-то мафа уже унесли, 100%. 100%. Вот. Я как сначала о игре говорила, так и буду. Не понимаю, почему восьмерка дополняет по поводу меня, потому что мое мнение не менялось, и для меня Костыч, я его буду уставлять, хочу его послушать. Он, конечно, поговорит еще, но я бы его выставила. По поводу восьмерки, ну, он просто в соло играет, никого к себе не берет и по очереди во всех вкидывает. Но я думаю, что просто Вадим либо захилил того, кто был, того, в кого маньяк царился. Поэтому Костыч либо маф, либо маньяк. Это мое мнение. Я в тройку. Ты выставляешь тройку, правильно? Да, да, да. Хочу послушать Костыч. Спасибо, Ань. А кого же захочет послушать Дмитрий Ликс? А я бы хотел послушать одиничку. Что бы ты хотел? Я да, я оговорюсь, да? Одиничку хотел бы послушать. Одиничку. Одиничку. Я стал сомневаться вообще, что одиничка доктор, может быть. А, да? Да. А кого ты вообще хилил? У тебя были раунды, когда ты кого-то захилил? Слушай, я не могу здесь знать. Потому что тут был маньяк. Ну что, в этом на приходу я не могу знать. Ты можешь максимум быть маньяком. Но это я так, просто тебя закидываю. Подожди, стой. Так я могу не знать этого. У нас же два килла, ты понимаешь? Ну. Ну. В тот раз умерло двое, значит я не попал. Потом второй раз он не стрелял. Сейчас он стрелял. Когда маньяк, смотри, может в одного человека попасть тоже будет один килл же, да? Да. Все, я понял. Все, тогда у меня четверочка. Для меня четверочка мафия, тройка маньяк. Я, как я говорил, с самого начала. Я еще в первом раунде сказал, что тройка, четверка. Между ними маньяк и мафия. Для меня так же. Тройка металась, металась. Сейчас тройка, я уверен, будет за меня голосовать. Или в четверку, если сейчас все руку в четверку поднимут. Поэтому у меня тройка, четверка. Я в четверку голосую сейчас. Четверка поднимает руку, голосует тройку вместе. Я изначально на первой речи первая говорила, и первая подняла тройку, Дима. Ну, слушай внимательнее. Дим, ты поднимаешь четверочку? Да, я поднимаю четверочку. Спасибо. Вадя? Пиздец, без записи невозможно играть. Никогда не понимаю, бля. Всегда когда записываю, какая-то линия хотя бы есть, бля, какая-то мапа, нахуй. А тут пизда, надо всех адыцам запоминать. Это просто Unreal. Бля, мне не нравится, Диман, что ты выебываешься? Всем привет, чатик, с кем не виделись. Я все спокойно чувствую, поэтому выебываюсь. Ага. Видно, как ты спокойно чувствуешь. Не забывайте тыкать фолу, кстати. Чтобы не упасть нам от старости. Здоровый, Вадим, просто килограмм. О, у тебя автопортретом? Да. Вадим, да. Блядь, надо выставлять всех, говорить еще раз, потому что это пиздец. Скорее всего, это последний раунд. Есть, конечно, шанс среди нас, что маньяк сдох, его ебнули. Тогда мафия красавчики. И остался, например, один маньяк. Если остался... Ой, остался один мафия. Если так, то еще более-менее. Если осталось две мафии, по сути, сейчас же может остаться две мафии. И даже на 2-2 может остаться две мафии, типа, если я нахожусь в игре. Не могу я вам, ну, если 2-2 мафия будет, вдруг я захилю. Понял? 2-2 это уже лучше. 100% доктор. Если 2-2, то победа черных. Спасибо, Вадя. Не работает то, что я этот... При равном количестве побеждает плохая страна. Вадя, ты кого-то выставишь, у нас 3-4 в номинации. А что значит плохая? Я справедливость. Мафия. Вадя, ты сказал, если типа я, типа он маньяк. Вадя, ты кого-то выставишь? А кто выставил? 3-4. 3-4. Да, давай 8. Вазарю нормально. Ага, спасибо. Наташа? Я в говне каком-то. Ну, я два хода подряд говорила все у Димана. Не знаю, он для меня как-то нейтральный. И вот тройка, четверка, не понимаю до сих пор вот этой драки. Мне интересно, что скажет Костыч еще сейчас на своем ходу. Вот, что он скажет в целом про прошлый кик. Вот, не знаю, я играю с Вадей, и он защищает тоже с нулевой Димана, как бы, поэтому, не знаю. Вроде бы и хочется играть тогда с Диманом. Не знаю, как-то немножко запуталась. Сейчас буду смотреть просто на общую картину между Костычем и Вишней, вот, и буду уже определяться сама. Вот, спасибо. Наташа, такого-то выставишь? У нас 3-4-8. Ну, пусть Вадя поговорит. Спасибо. И Костыч. Так, ну что я могу сказать? Диман и Вадя для меня красные игроки по эмоционалу. Супер-мега спокойные, видно, что они хотят выиграть. Вишенка для меня черная, потому что она всю игру меня душит. И только меня. Я в том ходу была для тебя красная. Ну, понятно, переобулочная. Хорошо. Так, в смысле? Это мафия. Да, красава, красава, Костыч, красава. В мафии игры плотно перебываются. Тебе надо думать головой, понимаешь? Да, да. Смотри. Братишкин, а вообще не победить в мафии? Нет. Ты душила только меня всю игру. То есть для тебя других черных игроков не было. Это очень странно. Нет, были, но я голосовала в тебя. Спасибо, Костыч, ты кого-то выставишь. У нас 3-4-8-1, а тебе некого выставить. Или есть кого? 3-4-1. Наташу, по-моему, не выставили. Окей. Все выставлены. Образовательные речи в таком порядке. Давай, ты в конце будешь Костыч, а то ты первый. 3-4-8-1-2. Начиная с Ани. Аня, пожалуйста, вы 30. Аня, можно... Ну, ты сказала, что тебе... Ты 2-3 хода подряд говорила, что тебе тоже не нравится восьмерка с тройкой. Ты говорила тройка восьмерка? У меня было под вопросом Марк и восьмерка. Потом у меня был тройка и восьмерка. И сейчас я до сих пор буду топить в тройку, потому что чел сначала втапливает в каравая. До этого у него с восьмеркой была закусь. Потом он еще в кого-то вкидывал. То есть для меня это либо маньяк, либо мафия. Я не знаю, сколько мафов осталось. А сейчас просто он переобувается. В прошлом раунде я была для него красным. Сказала, что он будет со мной играть. Сейчас я для него резко стала черным игроком. Хотя я два раунда. Спайс. Презыдущих тоже против него топила. Ну, для меня очевидно тройка. Спасибо большое, Аня. Номер 8, Ликс. 30. А если остается маньяк и мафия, то и два игрока мирных, то победа чья-то или нет? Мне кажется, игра продолжится, нет? Если, еще раз, два игрока. Если маньяк и мафия остается, да. Если только маньяк и мафия? Да. И двое мирных. Насколько я помню, то игра продолжается. Маньяк побеждает только, если он один остается. Ну, если он один на один остается. Хотя как так получится, да? Еще раз скажу, что я буду голосовать четверку, потому что четверка для меня это черный игрок и уже несколько раундов подряд. А тройка для меня является маньяком. Я не знаю, тройка для меня красный. Игрок, она, во-первых, ищет мапу, во-вторых, она, ну, она как-то логично действует. единичка доктор, других докторов не скрывалось, пусть он там не сидел никого, типа, ну, так, очевидно прям, да, но в любом случае я снимаю, у меня тройка мафии, четверка, ой, тройка монет, четверка мафии, все. Спасибо. Один, Вадя. Бля, все очень сложно, я не знаю, зачем Вишня предъявляет Костичу за то, что он переобувается, в этом-то и мафия, и ваш импруф, что вы замечаете новые факты и меняете свое решение по столу, в этом ничего нет проблемного. Конечно, да, у тебя должно быть какая-то, например, какой-то стол в голове, и позиция какая-то, но мы не очень часто играем, блядь, сейчас нахуй упадет камера, и упадет у кого-то ебало. Не падай, Вадя! Вот, короче, ну, ну, типа, такое бывает, поэтому я не знаю, если честно, все супер максимально с порно плюс порно. Вообще, логичнее было бы, наверное, да, сейчас Вишни, наверное, оттульнуть. Спасибо, Вадя. А там, не проснемся, то проебали. Ну да. Номер два, Наташа. Смотри, по записям... О, записям! По записям! По записям! По записям! С самого начала Вишня, для Вишни были красные 2, 11, 10, но 11, 10 говорили все, что им нравится Костыч. Тогда непонятно. Я всем нравлюсь просто. Да, непонятно! Я мафия, кста. А по поводу восьмерки, непонятно, почему не восьмерка, а тройка, если твои красные говорили, что Костыч нормальный. Непонятно! Сейчас узнаем, что понятно в Костычу. Ловко ты это придумала. Костыч, твоя последняя оправдательная. В общем, Вишня, давайте объясню, почему я переобулся. В начале этого хода Диман сказал, что он голосовал меня, еще 6 и 4 пососались, то есть мне понравилась эта речь, и я доверился Диману. Так, я первую руку подняла. Костыч, как я могла подсосаться? Я первую руку подняла в тебя, блядь. Ну подумай, башку. Диман просто MLG. Ну для меня ты точно черная. 1,8 красный, ну и второй. А я. Ой, серенький. А я. Спасибо, Костыч, спасибо. Ты серенькая. Ну что же. Костыч, а если останется маньяк, то кто для тебя маньяком будет? я буду просто бездумать. Спасибо, дамы и господа. Внимание, переходим к голосованию. У нас номера 4, 8, 1, 2, 3 в номинации, то есть все в таком порядке голосуем. Кто против номера 4? Аня, Вишенки, поднимите руки. Раз, два, три, две руки, Ваню. Кто против номера 8? Где третья? Две руки, две руки. Она считала раз, два, три просто. Так две, я сказал две руки. А, че, я думаю. Вадь. Кто против номера 8? Пьяный, да, я и ты. В смысле, я не пьяная. Против Аликса, раз, два, три, ноль рук. Против номера 1, Ваде, раз, два, три, ноль рук. Против номера 2, Наташа, раз, два, три, ноль рук. Все остальные руки уходят, то бишь три в Костыча. Костыч, двое слово. Ну что, Диман гений? Да, все, проебали. Кикните четверку, если выживете на следующий ход. Давай, мы не встанем уже, все. Давайте пока закончилось. Пока, Костыч. нас покидает. Ну, а я поздравляю Мафию с победой, да? Два в два, Мафия побеждает. Аликс. Поздравляю. Угрок даже сделаю. Давай, Дима, это опасно, Дим. Да нет, он такой нормальный. Ваде, скрой экран, Ваде, скрой экран. А как у нас получилось два голоса все? Диман в конце переобулся и голосовал меня, они... Ой, тяжелая игра. Подожди, Наташа, что ты не голосовала в четверку? Ну, потому что Костыч, он против, ну, типа, я для него серенька была, плюс он перебывался насчет Димана, я не понимала. Ну, типа, Вишня, я, ну, предъявляла свои аргументы, но... Красный с победой. Костыч меня... А кто Мафия был в общем? Виволя Красный. Ликс Дон, Аня и Инсайдер, Мафия. Сейчас я Инсайдер, с Комиссаром вычислили, Хантик, типа, типа, в Димана вообще никто не говорил. А кто Маньяк был? Да, кстати, а кто был маньяком? Мага. А кто был? Мага. Я бы Маньяк. Тройка, я же говорила, я самого начала говорил, что он Маньяк. Я сразу сказал, что Четверка Мафия, тройка Маньяк. Сразу же сказал. Диман, ты блядя. Я вам самого начала говорила, тройка 100% Маньяк. Можно было выиграть. Ну, было бы в любом случае сложно, Вадь, получается, если бы даже смотреть, если бы сейчас ушла Аня, осталась Мафия и Маньяк, и сейчас бы отлетел. Кост, еще, кого бы ты убивал ночью? Он бы сейчас не убивал, он бы сейчас не убивал, он бы сейчас протестал ход. Он сейчас, нет, нет, он не мог стрелять, он не убивал. Он не мог стрелять, да, да, да. А в кого-то, подожди, а в кого-то стрелял, когда мы 11-го убрали, а в кого-то стрелял? В 11-го стрелял. Ты тоже? Диман. В кого бы ты стрелял? Это как раз то, что я доказывала чату, что они в одного стреляли. В 11-го, в 11-го. Нет, я говорю, в кого бы ты стрелял, типа сейчас, если бы ушла Вишня. Слушай, честно, я, наверное, в Натаху. Наверное, в Натаху. Я тоже на Натаху хотел стрелять, если бы можно было. Еще кайфу будем, да?